В игре уже давно нет интересного контента, однако новички задают одни и те же вопросы и более того, задают интересные вопросы. Например, дальность установки метки. Почему метка при раскраске не ваншотит в голову? Какова должна быть дистанция ваншота? Что лучше, ланкастер или болтовая винтовка? Чем полезен лук и ваншотит ли он в голову на дальней дистанции? На все эти вопросы я дам ответы именно в этом ролике. С вами Готика Сократ. Погнали! Мы сделали целую кучу опытов. И с дальностью установки меток, и с уроном, который идут на эту меткость, и с ланкастером, и с болтовой винтовкой. Потому что другие карабины вообще не имеет смысла рассматривать. На болтовую винтовку можно не ставить оптический прицел, и в связи с этим вы сможете играть и с метками. А вот есть ли разница между орудиями? Да, конечно же есть. Начнем с того, что ланкастер ставит на максимальной длине в 156 шагов. Дальше метка просто не ставится. Болтовая винтовка может поставить метку, даже если вы не видите персонажа. Это больше 220 шагов. В выводов, раз болтовая винтовка может поставить метку где угодно, значит она и буха. На самом деле вопрос в уроне, который идет на этой дистанции. А вот здесь вот начинается и магия Rockstar. Если вы находитесь на дистанции больше 120 шагов от противника, ланкастер вам не нанесет урона фактически вообще. В голову пройдет процентов 10 от максимального значения здоровья. И у болтовой винтовки абсолютно такой же показатель. Болтовая винтовка может поставить метку на 200 и 220 шагов. Только с 5 патронов вы не убьете человека, даже если все 5 меток будут в голову. В этом-то и прикол. Вы должны выбрать оптимальную длину стрельбы ланкастера и болтовой винтовки, и даже лука. Примерно на глаз представить, что человек находится между вами расстояние в 120-130 шагов. И тогда, только лишь тогда, вы сваншотите в голову. Для того, чтобы вы ничего не подумали, мы ставим опыты без карт способностей. То есть, тут фактически такая дистанция не пробьет ни болтовая винтовка, ни одна раскраска не убьет в голову. Более того, лук может убить всего с двух попаданий. То есть, лук наносит 60% от урона. То есть, лук на такой дистанции считается имбой и лучше, чем ланкастер, и лучше, чем болтовая винтовка. Только лишь потому, что ему надо 2 попадания в голову, либо 3 попадания в тело, если человек не использует тоники. И тогда вы убьете его на такой дальней дистанции. Дальней по отношению имею в виду к раскраске. Вот эта дистанция максимально предельное значение, когда вы можете убить в голову. Это 130 шагов. У болтовой винтовки дистанция 140 шагов. Разница всего лишь в 10 шагов ваншота в голову. Таким образом, получается, что не имеет значения, каким орудием вы пользуетесь. Либо болтовая винтовка, либо ланкастер. С первого взгляда может показаться именно так. Но давайте посмотрим другие подробности. А что будет, если поставить целую кучу меток на одном персонаже? Как вы видели, для того, чтобы убить человека на максимальной дистанции в 150 шагов на ланкастере, достаточно поставить 14 меток. А в боевых условиях вы никогда не успеете столько их поставить. Потому что здоровье, которое вы наносите, ущерб здоровью, несоизмеримо мало. Ввиду этого, соответственно, и болтовая винтовка тоже покажется полным шелаком. Ведь 5 патронов, которые у вас есть в боезапасе, не в состоянии убить человека. Но и меток вы все равно 14 ланкастера не поставите в бою. Что же тогда делать? Что же выбрать? Болтовую винтовку или ланкастер? И я тут рекомендую обратить внимание на скорость стрельбы. Если одновременно начать устанавливать метки и у ланкастера, и у болтовой винтовки, и третью или вторую метку поставить на голову, первую случайно вы поставили на плечо, а вторую на голову, то ланкастер убьет быстрее за счет того, что у него идет скорость стрельбы. А урон, разница между ланкастером и болтовой винтовкой по урону, да, он есть. Но а какой с него толк, если все равно либо надо попасть одной пулей в голову, либо над дистанцией хотя бы 70-80 шагов, надо все равно делать 5 раскрасок у болтовой винтовки и 7 у ланкастера. И за счет того, что ланкастер быстрее, вы убьете цель гораздо быстрее. Такую же хуйню. Еще раз шагов 5, она будет одинаково ходила носить, пока ты в зону не зайдешь. Есть. Такую же. Еще 5 шагов. Есть. О. Так, на 10 шагов от меня отойди. От меня. Сейчас умрешь. Да, вот на этой дистанции болтовая винтовка и берет разницей в том, что здесь ваншот в голову пройдет, а у ланкастера уже не пройдет. Но на той дистанции и лук не достает. То есть максимально длинную дистанцию по ваншотам, это болтовая винтовка, по шагам в голову. Потому что лук убьет с двух пострелов. Так, стоп. Выпей там, Тоник. Выпила. Я сейчас возьму болтовую винтовку и, по идее, я должен шотнуть. Да. Ну или хуй знаю, потому что болтовая винтовка шутает дальше, чем лук. Но там нужен именно шот, именно нужно попадание в голову, потому что если поставить метку на тело, это бесполезная хуйня, а ты не пробьешь. Идти выстрелов не хватит. Это из-за нашего света, без скоростных рук. Здесь пометка именно на голову на такой дистанции играть. Так, пять шагов, десять шагов, все, от меня отойди. От меня. И вот здесь уже этот не ваншотит. Ну хуйню, Павел. Ну да, он там похуйню будет, потому что ты не в зоне. Распичку. Чего подождать? Ну и уходи, лук. Как быть, со своим роликом я окончательно вас запутал и половину вы не поняли. Давайте подведем небольшой итог. Значит, дистанция стрельбы ланкастера 120 шагов, дистанция стрельбы болтовой винтовки 130 шагов, дистанция стрельбы лука 120 шагов. Это те шаги, когда вы ваншотите в голову. Я рекомендую ходить с луком как дальние дистанции, потому что он убьет с двух-трех, но если выпить, соответственно, тоники и так далее, там гораздо больше выстрелов. На него можно повесить и огненные, и разрывные стрелы для раскрасочника, это самое то. А вторым оружием, безусловно, использует ланкастер за счет скорострельности стрельбы. То есть вы можете поставить одну-две метки куда-то криво, а третью поставить на голову, и тогда вы очень быстро убьете цель. Он не успеет, если он бегает с болтовой винтовкой, поставить на вас метку, а если он поставит раньше, начнет стрелять раньше, то, конечно же, вы умрете, тут даже скорость стрельбы не поможет. Однако при общих равных обстоятельствах ланкастер убьет быстрее человека. И дистанция в эти 10 шагов, на глаз, на дистанции, в бою, там, разглядывать, смотреть, ну, это прям реально дичь, потому что если очень далеко цель, используйте лук. Если цель на близкой средней дистанции, используйте ланкастер. Если человек подошел к вам фактически вплотную уже рядом с вами, используйте дробовики, один дробовик с пулями, второй дробовик с зажигательными, и потом меняйте на разрывные. И тогда человек будет и падать, и вставать, и дробовики делают небольшой микростан на 0,7 секунд. Поэтому вот такой билд для раскрасочника, такой подбор оружия, самый-самый лучший, самый проверенный, самый оптимальный, советую сам лично. Готика, Сократ, не заморачивайтесь с болтовой винтовкой с этой дистанцией в 10 шагов, заморачивайтесь с ланкастером и учитесь стрелять и ставить метки на голову. Иначе это все дистанция бесполезная лажа, так как вы не пробьете в тело ни с болтовой винтовки на такой дистанции, ни с ланкастера тоже. На следующем видеоролике я расскажу вам про уклонение на лошади, или в принципе просто про уклонение от человека на земле, от патронов, от стрелы и так далее, как это работает. И спасибо огромное Алексею Котову, Вовке СПБ, Виктору Попову, Иваннекс 64рус и другим спонсорам, которые поддерживают канал Готики. Поддержи его ты за 49 рублей в месяц, или поставь лайк, расскажи друзьям, подпишись. Я делаю контент для тебя, дружище, для Red Dead Redemption. Пока! Подожди, а вот если он догонит, ты выяснишь, что у него не только рога большие, ты главное беги быстрее. Блядь, пацаны, прыгайте на меня быстрее, прыгайте, пожалуйста. Лёх, лёх. Короче, блядь. Короче, его хуярят, он коллекционки собирает. Блядь, смотрите, пацаны. Ебать, он большой. Ты при глазке, я зайду. Блядь, я не могу. Бум, блядь. Ты прыгни, я. Шах, руки, жаль. Мы не можем на тебя прыгнуть, мы же в одной селе. Блядь, я раз, сука, я зажигательный в него въебал, блядь, лох, сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Два зажигательных, два животных жира, и заебучего оленя. Просто, сука, мразь, блядь. Пидор. Кула, ебаная. Кула, ебаная. Кула, ебаная. Кула, ебаная. Кула, ебаная.